Светлая личность. Рассказ идеалиста. Против моих окон, заслоняя для меня солнце, высится громадное рыжий домище с грязными карнизами и поржавленной крышей. Эта мрачная безобразная скорлупа содержит в себе, однако, чудный драгоценный орешек. Каждое утро в одном из крайних окон я вижу женскую головку, и эта головка, я должен сознаться, заменяет для меня солнце. Я люблю ее не за красоту. В узеньких серых глазках, крупных веснушках и в вечных попельетках из газетной бумаги нет ничего красивого. Люблю я ее за некоторые индивидуальные особенности ее возвышенного интеллекта. Каждое утро я вижу, как молодая женщина в белой кофточке и в попельетках подходит к окну и с жадностью хватает газеты, лежащие на подоконнике. Я вижу, господа, как она развертывает газеты и с блеском в глазах спешит пробежать их скучные страницы. В это время покорнейше прошу наблюдать выражение ее лица. Это выражение бывает различно, смотря по обстоятельствам. То лицо ее озаряется блаженной улыбкой, и она, сияющая с блестящими глазами, начинает весело прыгать по комнате. То страшное, невыразимое отчаяние искажает черты ее лица, и она, схватив себя за голову, как безумная, шагает из угла в угол. Никогда я не вижу ее равнодушной. Дни идут за днями, и счастье чередуется с отчаянием. Сегодня она безумно счастлива. Завтра она хватает себя за попельетки, и нет конца ее радостям и мукам. Я отчасти психолог и знаток человеческого сердца. Психические явления, наблюдаемые мною в окне, доступны моему пониманию как таблица умножения. Когда по лицу молодой женщины плавает блаженная улыбка, в моей голове теснятся такие мысли. Ага, очевидно, известия, сообщаемые сегодняшними газетами, благоприятны. Очень рад. Вероятно, мою незнакомку радует поведение Цанкова и последняя речь Гладстона. Быть может, ее приятно волнует и многообещающее свидание Бисмарка в Скальноке. Очень может также статься, что в сегодняшних номерах она узрела на рождение нового русского таланта. Во всяком случае, я очень рад. Редким женщинам доступны радости такого высшего качества. И я в восторге начинаю шагать из угла в угол и восклицать. Чудное, редкое создание, последнее слово женской эмансипации. О, побольше бы таких женщин! Такие именно женщины и нужны нам. Когда же лицо незнакомки искажается отчаянием, я думаю. Ну, газет, стало быть, хоть и в руки не бери. Дрянь дело! Вероятно, мою визави возмутил Каравелов или Муткуров. Думаю также, что двусмысленная игра, утрирующая Австрии, и поведение Милана оскорбили ее честную натуру. Она страдает, но какую честь делает ей это страдание? Я шагаю, волнуюсь и восклицаю. Вот она, настоящая женщина. Ей доступна гражданская скорбь. Она может страдать за человечество. И я без ума от этой редкой женщины. Едва только наступает утро, я уже стою у своего окна и жду, когда в окнах визави покажется незнакомка. Ночью я мечтаю и жду утро. Днем шагаю из угла в угол. Да, господа, это необыкновенная женщина. Летом, когда мои и ее окна были открыты, я не раз слышал истерический плач и счастливый смех. Однажды даже я слышал, как она, схватив себя за голову в отчаянии и гневе, прокричала «Негодяй! Мучитель!» и разорвала в клочки газету. Жалею, что в моей квартире не живет Ауэрбах, Шпильгаген или иной романист, ищущий новых людей. Они воспользовались бы моей незнакомкой. Я чувствую, что благоговение мое мало-помалу обращается в страстную любовь. Да, я люблю ее! Боже, какая пропасть разделяет меня от нее! Душа ее полна гражданской скорби. Я же давно уже утерял свои идеалы, и, затертой средою, живу пошлыми интересами толпы. Но, тем не менее, я, не будучи в силах преодолеть себя, иду к рыжему дому и звоню к дворнику. Два двугривенных развязывают дворницкий язык, и он на все мои расспросы рассказывает мне, что незнакомка живет в квартире номер пять, имеет мужа и неисправно платит за квартиру. Муж ее каждое утро убегает куда-то, и возвращается поздно вечером, пронося под мышкой четверть водки и кулек с провизией. Муж значится в паспорте сыном губернского секретаря, а незнакомка его женою. После третьей бессонной ночи посылаю ей визитную карточку. Видел сегодня, как она, прочитав газету, ударила кулаком по подоконнику. «О, вы, Каравеловы, Муткуровы, Солюзбери, кондуктора-конно-железки, сахарозаводчики, отчего я не в силах отплатить вам за все страдания, которые вы ей причиняете?» Сегодня, 10 сентября, муж ее спустил меня вниз по лестнице. Я счастлив! Ради нее я готов на все жертвы. Настоящее объяснение я откладываю на завтра. 11 сентября. Придя сегодня к ней, я застаю ее за газетами. Пробежав наскоро две-три газеты, она вдруг падает на стул и издает стон. «Дорогая моя!» – говорю я ей, целуя ее руку. «Что волнует вас? Поделитесь со мной вашими скорбями и верьте, я сумею оценить ваше доверие. Ну скажите, отчего вы сейчас плачете?» «Как же мне не плакать?» – говорит моя незнакомка. «Вы посудите. Сегодня нам нужно платить за квартиру, а мой балбес-муженек дал в газеты только 60 строчек. Ну разве мы можем так жить? Вчера он написал ровно на 11 рублей 40 копеек, а сегодня я едва насчитала 3 рубля. Ну не несчастна ли я? Нет, и злой татарке не пожелаю быть женой репортера. Он – негодяй, мерзавец. Вместо того, чтобы работать, у Саврасенкова сидит. Постой же, придешь ты!» «О, женщины, женщины!» – сказал Шекспир. «И для меня теперь понятно состояние его души». «Я не буду работе, у них больше, чем больно». «Я не буду курить, у меня wären репортера, «Я han также macaroni, мама, семьи пока нет, мой балл, вы сильнее,ishosition! charху горько грамье»